Товарищи, рабочее движение России нуждается сегодня в научной поддержке, в поддержке методической, потому что для того, чтобы организовать борьбу за свои интересы, рабочему классу требуется организация, а для этой организации требуется знание и законов, и норм, которые устанавливаются, которые не имеют непосредственно правового значения, требует знания приемов, форм борьбы и так далее. Поэтому такого рода литература является в известном смысле редкостью. И, тем не менее, и в наше время такая литература выходит, и я вот рад вам сообщить, что недавно в издательстве Питер вышла такая книга, которая называется «Борьба классов здесь и сейчас», которая как раз отвечает тем задачам, о которых я уже говорил. Что здесь может узнать в этой книге вышедший тиражом три тысячи экземпляров читатель? Это следующие проблемы. Они выделены в четыре главы. О единстве и борьбе противоположности вокруг нас, чтобы мы настраивались не на тишь, а в глади Божьей благодати и понимали, что всё хорошее, что делается, достигается трудом и борьбой. И не удивляться, что наряду с положительными тенденциями есть негативные. И если с негативными не бороться, они будут брать верх. Поэтому мы не только должны протестовать или возмущаться тем, что делают работодатели буржуазии в современной России, но, как показано в главе второй «О классовой борьбе российской буржуазии», там говорится о том, что надо брать и пример с этой буржуазии. И она свои интересы блюдёт, она старается улучшать своё положение даже в условиях очень плохой экономики. А товарищи, трудящиеся, слабо организованы и думают, что если они будут больше трудиться, то они будут больше получать. На самом деле получается, что для того, чтобы иметь лучшее, большее благосостояние, нужно вести постоянную и организованную профсоюзную рабочую борьбу. Потому что рабочий сегодня за 40 минут уже создаёт то, что эквивалентно его зарплате. Всё остальное – это прибавочная стоимость, это прибавочный продукт для капиталистов. И если он хочет поднять свою зарплату, надо изменить это разделение. То есть надо увеличивать заработную плату и бороться за неё. А для того, чтобы бороться, нужно время. А поэтому самое главное, за что сегодня нужно бороться – это за переход к 6-часовому рабочему дню. И переход к этому 6-часовому рабочему дню может быть сделан на любом предприятии, если коллектив такое требование выделит, если доведёт дело до забастовки в соответствии с законом, с трудовым кодексом. И если он организует бессрочную забастовку не с полным прекращением работы, а с остановкой в день только на 2 часа. И он получит вместо 8-часового рабочего дня 6 часов. И тем самым сможет получить то время, которое нужно для организации борьбы, для новых успехов в улучшении своего положения. В противном случае его это положение не улучшит. Значит, первая глава называется «О единственной борьбе, о противоположности вокруг нас». Вторая глава – «О классовой борьбе и российской буржуазии». Глава третья – «О профсоюзном движении». Глава четвёртая – «О азбука забастовочной борьбы». И здесь рассмотрены основные вопросы, за которые нужно бороться. Это пенсионный конфликт, понятия и стороны конфликта, активизация профсоюзной борьбы, создание профсоюзной организации, коллективные переговоры, требования работников в содержании социально-трудового конфликта, борьба за требования работников, подготовка к предзабастовочным процедурам, подготовка к забастовке, начало забастовки. Первый день забастовки, забастовочные будни, результат забастовки. То есть, прежде чем браться за такое сложное и тяжёлое дело, человек должен получить или ознакомиться с известным руководством, которое поможет ему в этом деле. Авторы этой книги – я, Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, профессор по кафедре экономики и права. И Дмитрий Гоблин Пучков, хорошо известный как создатель так называемого «Тупичка Гоблина», который много делает для того, чтобы содействовать прогрессивным начинаниям в нашей современной России. Эту книгу издало издательство «Питер», поскольку это обычное издательство, и оно заложило достаточно большой тираж в 3000. Легко можно заказать эту книжку. Называется она «Борьба классов здесь и сейчас». Михаил Попов, Дмитрий Гоблин Пучков. Заказать можно, позвонив по телефону 812-703-7374. Можно послать по электронной почте «Букс собака.питер.ком». Можно в интернете набрать «www.piter.com» в каталог книг и интернет-магазин. В инстаграме можно заказать ее, «instаграм.ком», «касая черта питер.букс», на ютубе «thepiter.box», вконтакте «vk.com», «касая черта питер.букс», на фейсбуке «касая черта питер.букс», и можно обратиться в опершоп на «Тупичке Гоблина», и через него тоже можно заказать эту книгу. Чем больше вы книг закажете, тем больше будет напечатано, и тем больше будет людей ознакомлено с тем, как организовывать свою борьбу, как вести забастовку, и как ко всякому серьезному делу, к такому делу, как разрешение социально-трудовых конфликтов, надо готовиться, и тогда вам будет сопутствовать успех. Успеха вам в борьбе! Успеха вам в борьбе!